Привет, друзья! Первый пенальти был пробит еще в 1891 году. Правила его исполнения с тех пор не изменились. Зато возрос уровень мастерства и пробивающих, и голкиперов, что особенно заметно на ответственных титульных матчах ведущих команд планеты. Сегодня в выпуске 10 самых креативных, эффектных, смешных и нелепых пенальти, занявшие почетное место в мировых футбольных каталогах. Располагайтесь поудобнее и поехали! Случается, что самый эффектный пенальти пробивается не в ответственном матче основного состава, а на рядовой тренировке. И сейчас мы в этом еще раз убедимся. Как должен выглядеть безупречный креативный удар демонстрирует форвард питерского зенита Халк. Разбежавшись, коренастый бразилий сбьет в правый угол ворот. Но вместо мяча в сетку отправляется его левая буца, что на доле секунды заставляет голкипера поверить в то, что это был мяч. А сам мяч отправляется в опустевшую створку ворот следом, когда вратарь уже распластался на газоне. Такому эпическому исполнению пенальти наверняка позавидовал бы и его звездная тезка. При повторном просмотре видно, что это не случайность. Хитрец все продумал и подготовил заранее. Самый длинный пенальти, когда-либо реализуемый в сетку ворот противника, был пробит в греческом ПАТРОСЕ на Олимпийских играх 2004 года в финальном матче между командами Сербии, Черногории и Туниса. А самым креативным на поле оказался арбитр из таити Чарльз Ариотима, наказавший сербов за одно и то же нарушение шесть раз. Сомнительный пенальти в ворота сербов был назначен на 79-й минуте при счете 1-1. Игрок из Туниса ЖДД пробил безупречно, но судья гол не засчитал, посчитав, что кто-то из тунисцев вбежал в штрафную до удара. Забил ЖДД и во второй раз. И вновь судья отменил взятие ворот. ЖДД забил и в третий раз. На этот раз судья не только отменил результат, но и показал Кариму Хагуи желтую карточку. На четвертый и на пятый раз голкипер отбил, но судья не сдавался. Шестая попытка. ЖДД разбегается и посылает мяч в противоположный от вратаря угол. Как ни странно, гол был засчитан. Когда ничего другого в голову не приходит, а вратарь выглядит слишком убедительно, можно и упасть, решил нападающий сборной Мальдив Ашад Али. И разбежавшись для удара, он упал на газон в метре от мяча. Естественно, первое, что приходит в голову, парень выбрал не тот спорт. Неизвестно, споткнулся Ашад или свалился намеренно, но парень оказался крепким орешком. Пока вратарь сборной Афганистана соображал, как реагировать на происходящее, Ашад вскочил и, недолго думая, отправил мяч по центру ворот. Что ж, эффектно, прикольно, а главное, надежно. В большинстве случаев в борьбе нервов между вратарем и форвардом, реализующим пенальти, инициатива остается запробивающим. Но в случае с голкипером Барселоны Хосе Мануэлем Пинто чаще все случается с точностью да наоборот. Пинто – взрывной парень с остальными нервами. Мастер розыгрышей и креатива. Знаменит своим умением сбивать с толку визави и сводить их шансы в личном противостоянии практически до нуля. Именно так произошло в 2009 году в полуфинальном матче Кубка Испании между Барселоной и Малеркой. Разыграв маленькую сценку, Пинто перехитрил форварда Малерки, заставив соперника пробить пенальти именно так, как ему было нужно. О том, насколько голкипер способен быть эффективен при ударе с точки, можно судить по топ-рейтингу «убийц пенальти». Среди которых боги ворот Джан-Луиджи Буфон, Жулио Сезар, Диего Беналио и Самир Ханданович, вытащивший 37% пробитых пенальти. Один из самых эффектных пенальти без сомнения пробил футболист сборной Объединенных Арабских Эмиратов Зияб Авана. На момент, когда арбитр указал и назначил пенальти в ворота сборной Ливана, его команда уже уверенно лидировала со счетом 5-2. Закрепить успех доверили Авана. Разбежавшись, Зияб неожиданно развернулся и пнул мяч пяткой в правый нижний угол. Удар получился не сильным, но вездесущий фактор неожиданности сделал свое дело. Сбитому стол к уголкиперу пришлось смириться с неизбежным, но импровизатор был удален с поля за нарушение правил футбольной этики. Португальский экс-полузащитник Луиш Боаморте, выступавший на пике карьеры за лондонский Арсенал, Саутгемптон, Фулхэм и Вестхэм, нашел свой собственный ключик к воротам соперника. Выступая в составе венесуэльского клуба Депортиво Анзуатиги в благотворительном матче Луиша Фиго, Боаморте стал автором одного из самых креативных пенальти в истории футбола. Гол оказался настолько эффектным, что позже был повторен в собственных авторских версиях другими звездами мирового спорта. Вот так это сделал Неймар. А вот зубодробительный креатив от поляка Мацека Адамяка. Убедив вратаря, что удар будет нанесен правой ногой, Мацек неожиданно пробил в правый угол опорной левой. И этот невероятный гол с пенальти, друзья, на мой взгляд, достоин не только верхней ступеньки рейтинга, но и вашего лайка. Не каждый футболист на финише своей карьеры готов похвастать тем, что стал родоначальником стиля забитого гола. Одним из футболистов, который забил именно такой гол в далеком 1976 году, стал игрок сборной Чехословакии Антони Инпоненко. В серии послематчевых пенальти, в напряженнейшем финальном матче со сборной Германии ФРГ, чехословацкий полузащитник исполнил одиннадцатиметровый в новом для того времени стиле. Поненко парашютом направил мяч прямо по центру, тогда как вратарь немцев Зепп Майер, пытаясь угадать направление удара, улетел в левый угол. Этот гол принес победу сборной Чехословакии и увековечил имя Антонина Поненко в истории футбола. С тех пор и по сей день пенальти, реализованные таким образом, заслуженно связывают с именем его автора. О том, как эффектно и креативно завершить уже парированные пенальти, голом в собственные ворота, готов рассказать защитник венгерского фехервара Павл Дюрица. За фехервар он успел провести всего четыре встречи, в одной из которых 27 марта 2008 года и прославился. Четвертьфинал Кубка Венгрии между Дебреценом и фехерваром шел к завершению, когда на стадионе случился самый настоящий казус. На восемьдесят седьмой минуте арбитр указал на точку в сторону ворот гостей. Оставался единственный шанс перевести игру в овертайм. Вратарь обязан был брать пенальти. Со своей задачей он справился, но тут защитник фехервара Павл Дюрица понял, что его звездный час настал, и вместо того, чтобы отправить мяч на половину поля соперника, результативно пробил по своим. Блестящий гол с пенальти в стиле испанской Барселоны с передачи Павла Мамаева отправил в ворота грозненского Терека нападающий Краснодара Федор Смолов. Шоу «Мамаев-Смолов» было продемонстрировано в рамках второго тура чемпионата РФПЛ 2016 года. Гол был забит на семьдесят седьмой минуте матча и закрепил и без того ощутимое преимущество Краснодара, победившего с разгромным счетом 4-0. Нечто подобное 14 февраля 2016 года в матче Барселона-Сельта показал тандем Леонель Месси-Луис Суарес. Оригинальный розыгрыш тогда настолько впечатлил публику, что стал мотивом для пародийного мультипликационного ролика. Чемпионат мира 2006. Финал. 9 июля на поле Олимпийского стадиона в Берлине вышли сильнейшие составы сборных Франции и Италии. На седьмой минуте защитник итальянцев Марко Матераци ювелирно подсекает француза Малуда в пределах штрафной. Судья назначает пенальти, который в эпическом противостоянии с Джан-Луиджи Буфоном блестяще реализует Зинедин Зидан. Этот матч стал для Зизу последним матчем за сборную Франции и последним в карьере. К сожалению, впечатление от феерического гола омрачила красная карточка за инцидент с провокатором Матераци и удаление Зидана с поля, что отразилось на ходе дальнейшей встречи. Основное время тогда окончилось со счетом 1-1, но точнее по пенальти оказались итальянцы 5-3. Они и увезли кубок домой. Сегодня, чтобы смутить вратаря и удивить публику, игрокам иногда приходится импровизировать, что называется, на ходу и идти на всяческие хитрости. И у каждого форварда свой секрет повышения результативности. Но есть ли какие-то общие рекомендации по забиванию голов с точки? Да, такие рекомендации есть. В преддверии девятнадцатого чемпионата мира, прошедшего в ЮАР в 2010 году, ученые из университета Эксетера провели исследование и еще раз подтвердили прописную истину. Чтобы забить пенальти, игроку нужно выбрать место в воротах и постараться направить мяч туда, не обращая внимание на вратаря. Так что простота – залог успеха, считают эксперты. На этом все, друзья. Расскажите о своих самых любимых и самых сумасшедших пенальти в комментариях. И если любите футбол так же, как и я, ставьте лайки. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...